В Манчестере, в Англии прошел турнир UFC 304, и для любителей единоборств из России, наверное, в первую очередь, он интересен выступлением Мухаммада Макаева, нашего соотечественника, который на постоянной основе проживает в Англии, ну, бывает на родине, проходит подготовку также в Дагестане, на Кавказе, но в целом представляет Великобританию, выступает под флагом этой страны. Дополнительный интерес к данному противостоянию возник из-за перепалки, как раз-таки со своим соперником, с Капе, это боец из Португалии. Эта перепалка, которая была у Макаева и Капе, она облетела, наверное, все мировое сообщество ММА и привлекала внимание, в первую очередь, тем, что данное противостояние имело определенную предысторию. Манел Капе, нокаутер, очень зрелищный боец из Португалии, идущий на серии из побед, из четырех побед, опасный боец, который может очень жестко попасть и коленями, и с рук, и против прагматичного, против бойца с отличной борцовской базой, с хорошим кардио, набирающего обороты Мухаммада Макаева, но не самого зрелищного, что отмечали в UFC. За пару месяцев, по-моему, до турнира в UFC PI бойцы зацепились и ходили слухи, многие говорили по-разному, но сам Капец сказал, что он ударил в лицо Мухаммада Макаева, и у Мухаммада не нашлось контр-ответа. Перед поединком, неделю боя, сам Мухаммад уже был в роли, наверное, такого агрессора, он перевел соперника, насколько мы это можем судить, да, по разговорам, по видео каким-то коротким. Ну, градус напряжения был очень высоким, бойцы обвиняли друг друга, Капец сказал, что Мухаммад ударил его из-под тяжка, и что он побоялся в открытом бою выяснить отношения, назвал его крысой и так далее. Мухаммад сказал, что тебе нужно тренировать борьбу, и это у тебя будет, скажем так, тот аспект, который станет проблемным в бою. Сам поединок, несмотря на то, что было много, скажем так, угроз в адрес друг друга у бойцов, побить друг друга, оторвать голову и так далее, получился не самым ярким на события. Как часто и бывает, бойцы угрожают друг другу, грозятся там оторвать голову и так далее, но в итоге было мало действий. Надо отдать должное Мухаммаду Макаеву, который принял бой в стойке, он очень много двигался, выбрасывал удары преимущественно ногами, по корпусу, лоу-кики где-то, иногда в голову хорошая вертушка была, но с рук было мало попаданий. Еще их меньше было у Капе, у португальца, он бил реже, но иногда опасно взрывался, пару раз хорошо приложился, хороший спорт был в конце первого раунда, в третьем раунде были кое-какие попадания, но их было катастрофически мало. Плюс пару раз Мухаммад Макаеву перевел соперника, когда для этого нашел подходящий момент, но в целом поединок не изобиловал какими-то, скажем так, яркими моментами. И победу забрал Мухаммад Макаев, единогласным решением судей, двое отдали судей 2 к 1 этот бой, и один судья отдал его 3-0. Но самое интересное началось после боя. Все мы знали, что у Мухаммада Макаева последний бой по контракту, обычно в любой практике, UFC, ACA и любой другой практике, если один поединок остается до завершения контракта, предлагается новое соглашение, новый контракт, но почему-то в UFC это не сделали. Тем самым подчеркну, наверное, что не совсем заинтересованы в том, чтобы продлевать контракт с Макаевым. Если бы Мухаммад проиграл, наверное, вопрос отпал бы сам по себе, но так как Мухаммад выиграл, и в UFC у него стало 7-0 и 13-0 в целом, организации заявили, что просто не намерены продлевать контракт. То есть это не увольнение, как некоторые пишут, это не продление контракта. И давайте немного процитируем Дэйна Вайта, который после турнира на пресс-конференции высказал такую мысль. Столько всего было вокруг боя Макаева и Капа за кулисами. Это нехорошо. У Макаева действительно закончился контракт, и сейчас у него нет контракта с UFC. Журналист спрашивает, а вы заинтересованы в его переподписании? Дэйна Вайта отвечает, думаю, что по фейл получит отличного непобежденного парня. Почему именно по фейл? Но, видимо, Дэйна Вайта знает что-то больше, чем мы. Удачи им с ним. И в бой с Капа один из тех поединков, когда бойцы все время говорят, ох, не могу дождаться, ох, я тебя сейчас убью, не могу дождаться, а потом бой начинается, и они 5 минут подряд ничего не делают. А почему вы не хотите его переподписывать, спрашивают, у Вайта из-за его стиля или из-за того, что он хочет слишком много денег? Нет, ни то, ни другое. Там много всего. Все, что происходило в последние несколько месяцев, начиная с инцидента в UFC Performance Institute, и плюс там было много всего другого. Мои люди не хотят его переподписывать. Много всего другого. Что это может значить? Понятно, что в плане результатов вопросов не может быть. Стиль не самый зрелищный, но по правилам дерется, побеждает. Этот вопрос отпадает, и Дэйна Вайт сам об этом тоже говорит. Инцидент в UFC Performance Institute и все остальное, ну, мне кажется, в UFC и сами не против таких раскруток бывает зачастую. Это и Хабиб Конор, и Диаса, и так далее. За это точно не увольняли бойцов, потому что это не то, чтобы поощряется, но не против, скажем так, бывает в UFC, когда привлекают внимание. Что еще остается? Чем могли быть недовольны? Вероятно, это повышенные финансовые аппетиты. Возможно, жесткий, скажем так, язык в переговорах со стороны команды Макаева. То, что могло не понравиться. Или, возможно, какие-то условия ставили. Ну и последнее, наверное, это и политический аспект. Мы знаем, что Мухаммад реально поддерживал Палестину в их конфликте с Израилем. И, возможно, сделал это слишком явно и больше, чем могло бы ему позволиться. Понятно, что и Чимаев, и сам Белял Мухаммад, кстати, новоиспеченный чемпион UFC, об этом мы поговорим немного позже, и Ислам Махачи высказывались о Палестине, но так открыто, так рьяно и так настойчиво, вероятно, никто это не делал. И в таком количестве, из раза в раз. И поэтому, вероятно, этот момент тоже повлиял политически. Не угодным стал Макаев. Тем более, проживает он в Англии, выступает в Англии, в США. А ни для кого не секрет, что именно эти две страны поддерживают Израиль в конфликте с Палестиной. И кто-то даже скажет, они стали инициаторами данного конфликта. Поэтому довольно опасная ситуация, такая щепетильная. И, наверное, нежелательно бойцам снова и снова обсуждать это, а Макаева обсуждал. Поэтому, скорее всего, что-то из этого. Ничего другого быть не может, скучный стиль и инцидент с Капе, наверное, нет. А вот трудности в переговорах, вероятно, какой-то жесткий диалог и политическая ситуация с поддержкой Палестины это могло повлиять. Что дальше для Макаева? Конечно, в ACA заинтересован в том, чтобы подписать Макаева этот ценный актив. Да, вероятно, он дерется не так зрелищно, но он умеет привлекать к себе внимание. За ним следят и будет интересно понаблюдать за ним. Я думаю, общественность ММА западная также будет внимательно следить за его дальнейшей карьерой. Если он придет в ACA, это будет интересно для нас. Плюс для самого Мухаммада, потому что у него будет хороший гонорар, у него будут отличные топовые соперники. На вскидку мы можем сказать, что тот же Вартан Асатриан, парень харизматичный, острослов, который может продвинуть поединок, который обладает ярким стилем, хорошей выносливостью. Да, у Мухаммада была бы борьба, и он бы пытался бороть Вартана, но в целом это было бы интересное противостояние. У Вартана есть жесткие колени, он может ударить, встретить, хорошее кардио и так далее. Есть молодой набирающий обороты Аниси Кубов, хорошо борется, хорошо бьет. Он также молодой, это было бы интересное противостояние, болельщики из Таджикистана подключились бы. Азам Гафоров, опытный ветеран, также было бы интересно, хорошая защита от борьбы, жесткий удар. Азамат Кирефов, кстати, этот парень, 17-0, правильно я не ошибаюсь, против 13-0 Макаева, это было бы тоже довольно-таки любопытно. Чемпиона вряд ли Макаев сразу получил бы Курбана Гаджиева, да и не хотел бы, наверное, сразу или вообще биться с земляком, но, тем не менее, у нас было бы несколько опций, которые заинтересовали бы Мухаммада и от этого выиграли бы все. И сегодня, сразу после просмотра этого боя, я связался с Мухаммадом, я написал ему, жду ответ, и не только ему. Лиге Айси это интересно, есть предметный интерес, и мы бы хотели видеть Мухаммада. Другое дело, что самому Мухаммаду, наверное, идти в российскую лигу, это расписаться в том, что на Западе его карьера закончена, где на него было устремлено основное внимание, где был он в центре внимания, но я думаю, в его случае это как раз будет не совсем плохо, потому что парень уже приобрел определенный авторитет, его знают, и уже за ним будут следить, куда бы он ни пошел. И от этого выиграли бы мы все, и он, и мы. И о нас говорили бы, и о нем говорили бы. И на сегодняшний день Лига Айси Эй не обделена вниманием здесь, в СНГ, в Европе, но все-таки мы должны понимать, что на Западе о нас говорят не так много, как нам хотелось бы, из-за политической ситуации, из-за много всего другого. И как раз Мухаммад Макай стал бы, наверное, тем мостиком, который привлек бы внимание, от этого выиграли бы все. Есть еще ПФЛ для Мухаммада, но если у них весовая категория до 57, в самом ПФЛ нет, есть Беллатор, но сейчас это одно и то же. Но, опять же, насколько там медийно прокачают Мухаммада, там же особо не делают акцент на медиа составляющую. Есть возможность, наверное, и в Брейв пойти, и Принц Бахрейна так же хорошо дружит с Мухаммадом, там и Эльдар Эльдаров, его один тренер, один из тренеров. Это тоже можно сделать, но там нет постоянно хорошей оппозиции, можно просто увять, завять и так далее, зачахнуть. Поэтому АСА хороший вариант, Мухаммад, решайся. Друзья, что вы сами думаете об этом потенциальном подписании, говорите. А пока мы перейдем к следующим противостояниям турнира UFC 304. Напомним вам, что с нами сотрудничают очень достойные, хорошие партнеры из Казахстана. Вода Тасай, кристально чистая, минеральная, из предгория Тяньшаня. Наши хорошие партнеры. Пейте, очень хорошая на вкус и полезная для здоровья вода Тасай. Переходя к следующим поединкам, главный бой вечера, чемпионское противостояние в полусреднем весе. Белял Мухаммад против Леона Эдвардса. Поздравляем Беляла, он стал новым чемпионом UFC. В реванше он забрал этот бой. Первый поединок завершился в нон-контест. Ключевым в данном противостоянии стало давление. Узнаете, да, почерк команды Хабиба? Не то, чтобы Белял раньше не давил, но в этом бою прямо действительно очень хорошее давление оказывал. Мухаммад шел вперед, начинал со стойки, хорошо раскрывал соперника. И очень вовремя, с хорошим таймингом проводил тейкдаун, поднимал на второй этаж и бросал. Переводил в партер. И заметьте, все переводы произошли возле сетки. То есть Белял поджимал к сетке, входил в захват и переводил. Все беды начались оттуда. Не сказать, что Леон выглядел беспомощным. У него были свои удачные моменты. Третий раунд он 100% забрал. Кто-то, даже двое судей отдали ему еще один раунд. Два к трем. Один судья, четыре, один дал. И, наверное, этот раунд пятый, где произошел определенный спурт, где он разбил нос. Третий, пятый раунд двое судей, скорее всего, ему отдали. Записки я еще не видел. Ну, вот, в целом, и именно проблемы Леона возникали, когда он давал простор для действий, дистанцию для Беляла. Белял раздергивал, поддавливал, пробивал удары и переходил к борьбе, прижимая к сетке. Но в клинче варианты были для Леона. Он не раз контрил, он хорошо разворачивал в клинче, он пару раз оказывался за спиной и сам накрывал. То есть, именно когда уже эта работа возня в клинче происходила, там Леон выглядел неплохо. Потому что он хорошо разворачивал, накрывал, опять же, добивал, когда у него была возможность. Но этого казалось мало для того, чтобы в целом он одержал победу. Новый чемпион Белял Мухаммад, и это довольно символично, палестинец, проживающий, тренирующийся в США. Завоевывает поезд в Англии, опять же, Англия и США, два главных союзника Израиля в войне с Палестиной. А Белял Мухаммад в спортивном аспекте, скажем так, совершает определенную вендетту. Ну, естественно, мы говорим чисто в спортивном аспекте, в сравнении, в переносном смысле. Потому что практически это не имеет никакого отношения к данному конфликту. Но, тем не менее, я думаю, кого-то из палестинцев и мусульман в целом Белял Мухаммад воодушевил. А самое главное, себя был мотивирован завоевать этот поезд, с чем мы его и поздравляем. Настоящий трудяга. Не сказать, что зрелищный парень, конечно, не самый лучший чемпион для UFC. Но, тем не менее, он заслужил своим упорством, тем, что он до конца верил в себя и завоевал такую хорошую трудовую победу. Еще один чемпионский поединок в карде UFC 34 – это Том Эспинал. Временный чемпион защитил свой поезд, взял реванш у Кертиса Блейдса, нокаутировал его в первом раунде. Напомним, в предыдущем поединке у них произошел казус, определенная травма в первом раунде. И Эспинал проиграл. Но сейчас он доказал, что это было стечение обстоятельств, очень тяжело попал, добил и завершил бой нокаутом в первом раунде. Что я заметил, очень хорошо держит удар сам Эспинал, потому что он пару раз жестко пропустил и в этом бою, и в бою с Пауловичем. Но его удары пока никто не держит. Он бьет очень жестко, свежий, молод, максимально уверен в себе, агрессивен. Единственное, наверное, хотелось бы на его кардио посмотреть в поздних раундах. И кто это может сделать? Сейчас, наверное, только Джон Джонс. Джон Джонс, а верите ли вы в то, что временный чемпион Том Эспинал получит бой против постоянного чемпиона Джона Джонса в случае того, если Джон победит Стипе Меочича? Но маловероятно. Джон доказал все в этом спорте. Он не побежден. Мы не считаем победу Хэмила победой, потому что это была дисквалификация. И то ходят разговоры, что из-за новых правил 16 на 9 удары локтями могут изменить результат. Чемпион в двух весовых категориях. Парень, который доминировал, который перебил все свое поколение, да и предыдущее, да и будущее кого-то из будущего в лице Гана. Но, и настоящего. Но все-таки другая мощь, наверное, другая свежесть, другая мотивация. Слишком хорош Эспинал. И на месте Джонса рисковать было бы не совсем разумно. Тем более, что всегда условные Эспиналы будут появляться, и ты всех не побьешь. Время проходит. Самый лучший расклад для Джонса защитить свой пояс во второй весовой категории против Меоча и завершить карьеру, уйти в закат. Это, наверное, будет лучшим решением для него. Ну, а естественно, Эспинал будет добиваться этого боя. Скальп Джонса невероятно увеличил бы вклад и резюме самого Эспинала. Тогда он действительно добился бы очень многого. В целом, UFC 304, не сказать, что это какой-то супер турнир, но были неплохие поединки, неплохие финиши. Главное, интересующие нас, мы, наверное, обсудили. Была победа Пэдди Пимблита. Хорошая победа над крепким ветераном Бобби Грином. Была победа Арнольда Аллена над Гигой Чикадзе. Аллен доказал, что он такой серьезный топ. Даже, наверное, около топ, если мы прям о топах-топах говорим. Крепкий парень, который настоящий трудяга. Но чемпионом вряд ли станет. А может и станет, мы не знаем. Друзья, главная тема Макаева ACA. Насколько вы в это верите, давайте обсудим в комментариях. И кого бы вы в случае подписания Мухаммада в ACA хотели бы увидеть. А я вам напомню, что наши друзья Вадат Асай, наш верный партнер, вместе с нами. Ну а мы вместе с вами. И вы вместе с нами. Давайте вместе обсуждать и вместе продвигать ММА. Ну и, естественно, наш YouTube-канал. Подписывайтесь, оставляйте колокольчики и свое мнение. Точнее, ставьте колокольчики, ставьте напоминания и оставляйте свое мнение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!